Каратели, видимо, поняв, что вперед им не продвинуться, что наоборот, откатываются назад, стали вести себя по-другому. Они пришли к тактике массированного артобстрела населенных пунктов Новороссии. Домов, больниц, школ, шахты, газопроводов и водопроводов, катерин, электростанций, уничтожение объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры. По известному принципу, коль все яблоки не съем, то хоть понадкусываю. Из пушек каратели лупят на максимальное расстояние, даже не прицельно. Поэтому-то более жестоких и разрушительных обстрелов Донбасс еще не знал. Поэтому-то ополченцы и хотят отодвинуть линию фронта и скорее убрать дебальцевский котел, сначала выпустив из него мирных жителей. Но и по мирным жителям каратели все равно палят. О том, что творится, наш фронтовой корреспондент Евгений Поддубный. Вооруженные силы Украины вновь проигрывают, отступают, оставляют ключевые населенные пункты. Ополченцы теснят силовиков у так называемого дебальцевского котла. Группировка украинских военных в огневом окружении, но артиллерия, которая подчиняется Киеву, интенсивно бьет по населенным пунктам у котла. Вот это Углегорск. Здесь передовые позиции ополчения. Город, силы ДНР взяли под контроль чуть более недели назад. Сразу после, по жилым кварталам, открыли огонь артиллеристы вооруженных сил Украины. Город на переднем крае, под огнем. Сверху хорошо видно, кварталы разрушены артиллерией. Вот так из Углегорска бежали жители. Это когда был открыт гуманитарный коридор. Действовал полдня. Попроселочная машина с белыми тряпками на кузове. Это чтобы было понятно. Едут гражданские. В каждом автомобиле по 6-7 человек. Эти люди несколько дней провели в подвалах под непрерывными обстрелами украинских военных. Вчера выехали наши друзья. Вчера открыли. Мы вчера побоялись, потому что в спину стреляли ехали. Просто стреляли в спину. Смотрите нельзя. Весью за подрывы, под все выезжали. Некоторые из Углегорска уходили. В прямом смысле слова. С одной сумкой покидали зону обстрела чуть ли не по колено в грязи. На блокпосту, первом по дороге от Углегорска до Горловки, жителей встречали близкие. Это окраина Углегорска. Здесь организован пункт сбора для жителей населенного пункта. То есть из центра люди идут сюда, здесь собираются. После этого кто-то пешком, кто-то на автомобилях, кто-то автобусами. Жителей этого населенного пункта и окрестностей вывозят даже на военных автомобилях. Этот гуманитарный коридор закроется буквально через 2 часа. В этой очереди полтысячи человек. У женщины истерика дети не могут не плакать. Они еще не верят в то, что покинут это место. Ополченцы спешат, опасаются удара артиллерии. В машины сажают в первую очередь детей и пожилых людей. Ополченцы останавливают и частные машины. Не просят, требуют забрать тех, кому ехать не на чем. В очереди много людей, которые сами идти не в состоянии. Бабуль, нормально! Помогайте, помогайте ее! Садись, пойдемте. Ноги прячься, прячься. Садись, будем ехать, как в люк-салоне. Уже в подвал, а сколько дней, вот сегодня сюда прибежали. Так что там вообще уже что делается? Стреляют день и ночь. Вот в таких условиях проходила согласованная с Киевом эвакуация из Углегорска. В городе еще действовали небольшие группы украинских силовиков. Вели снайперский огонь. Стреляли, по сути, на движение. В прицеле часто оказывались мирные жители. Обстрелы продолжаются регулярно, они хаотичные, понять цель их невозможно. Но все аккуратно перемещаемся. Неизвестно, куда прилететь очередной раз. В городе продолжают, а вот снайперы приходится передвигаться перебежками с интервалом. Слышите звуки стрельбы? Несколько дней ополченцы выводили людей из зоны боевых действий. Помогали тем, кто самостоятельно идти просто не мог. Все, 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 садитесь, садитесь. Садитесь, садитесь, сейчас найдемся. Эвакуацию беженцев прикрывают бойцы ополчения. Две группы прикрытия работают для того, чтобы машина не была атакована. Те украинские военные, которые здесь еще остались, стреляют просто на движение, не разбираясь. Идет гражданская машина или машина с ополченцами. Плюха, что там у вас расскажи? Каждый день поступает на штаб информация. Мы оттуда берем информацию и выезжаем по адресам. Под обстрелами вывозить или сейчас спокойно? Под обстрелами, ну вы сами слышите, что происходит. Бьют по машинам без разбора. То есть работаем как получается. Люди растерянные и напуганные. Собираются за пять минут. Берут только документы. Что делать? Вот мои окна. В доме еще кто-то есть? Никого почти. Четыре человека. Бабушка больная на втором этаже живет. Она больная. Куда ей деваться? Эта пожилая женщина не может ходить. Болеет. Осталась без лекарств и без надежды. Но уезжать просто боится. Она ни разу не спустилась в подвал в ходе обстрелов. Так и лежала на втором этаже обычной хрущевки. Просто не смогла. И помочь было некому. Уговариваем уезжать. Да смотрите, в городе нет никого. Город бомбят. Вы даже в подвал спуститься сами не можете. Не, я не спускаюсь. Вы не спускаете. Мы вас сейчас на стуле аккуратно снесем вниз. Посадим в машину и повезем. Довезем до больницы. Во время эвакуации опять начинается обстрел. Стреляют из 30-ти миллиметрового орудия. Заезжают похоже на бронетехники. С той стороны слышим стрелковое оружие. Также буквально минуту назад перестал стрелять танк. К концу недели эвакуация мирных жителей начинается на всех участках линии противостояния. Люди бегут в Славянск, Артемовск, Донецк и Горловку. Согласован гуманитарный коридор из Дебальцево. Стороны прекратили артиллерийский огонь, чтобы дать возможность гражданским покинуть так называемый котел. Водители автобусов говорят, во время движения стороны действительно не вели артиллерийский огонь. Все изменилось, когда колонна вошла в Дебальцево. Когда мы прям подъезжали в Дебальцево, в центр, стреляли оттуда, потому что знали, что ответки не будет. По нам-то не будет стрелять, знали, что автобусы за летом едут. Свидетельство водителей подтверждают и очевидцы на месте. Минометные расчеты украинских военных воспользовались гуманитарным коридором. Для того, чтобы вести огонь по позициям ополчения у Дебальцевского котла. Они знали, артиллерия ДНР получила приказ не стрелять в сторону позиций в Дебальцево. Это все на фоне переговоров в Москве, которые, кстати, не помешали украинским артиллеристам вновь накануне бить по Донецку. Возможно, поэтому власти ДНР пока крайне сдержанно реагируют на переговорный процесс. Киев же не раз срывал мирные инициативы. Продолжение следует...